А я продолжаю распаковывать посылочки от нашего спонсора, интернет-магазина cartplace.ru И игра номер три это Поселенцы Игнация Тшевичика. И у меня упал зонтик, который освещает всю эту вот постановку. И третья игрушка из посылки от Cartplace это Поселенцы Imperial Settlers от Игнация Тшевичика. Ну, имя Тшевичика, я надеюсь, вам уже известно. Это автор таких настольных игр, как Robinson Crusoe, Neyroshima Tactics, New Era, Fifty First State. И вот, кстати, на механике последнего Fifty First State основана как раз-таки... Она легла в основу игры Поселенцы, движка игры Поселенцы, как нам подсказывает Tessera, как я прочитал на ресурсе tessera.ru. Сам я еще в Поселенцы не играл, но здесь нам предлагается стать во главе одной из четырех цивилизаций древних египтян, азиатов, варваров и римлян. Вот, и, соответственно, построить там какую-то свою культуру и привести ее к процветанию, расширяя границы, добывая ресурсы какие-то. В общем, будем смотреть, что внутри коробки, там уже будет понятней, но в обзоре мы, конечно, все детально с вами разберем, обсудим и так далее. И четвертая игра — это Carcassonne «Золотая лихорадка». Ну, с Carcassonne вы уже знакомы, вот здесь вот можно посмотреть мой обзор базовой версии. «Золотая лихорадка» — это игра не является расширением к базовой версии, это стендалон, так называемая отдельная коробка, которая играется независимо от базы. В сеттинге «Дикого запада». Вот, здесь несколько новых механик добавлено. Ну, так, в принципе, по составу она тоже, в ней 72 тайла местности, как и в базовой коробке. То есть продолжительность где-то та же будет, только немножко усложненная механика, насколько я понимаю. Вот, ну что, давайте распаковывать. А я снова и снова повторяю, что этот ролик не является полноценным обзором настольных игр. Для тех зрителей, которые недавно попали на наш канал. Обзоры будут дальше, это можете воспринимать как небольшой такой трейлер, тизер того, что предстоит в ближайшем будущем. Мы каждую из этих игр отдельно рассматриваем, рассказываем правила, рассказываем все нюансы, рассказываем свое мнение. Вот, настольная игра «Поселенцы» Игнация Тшевичика. Вот мы видим такого здесь пузатенького мужичка-поселенца, по всей видимости, и милого, такого интересного песика. Это на фоне какого-то, собственно, какой-то деревни, какого-то населенного пункта, поселения. Игрушка для... Можно играть вот здесь вот мы видим, что даже одному. И максимальный состав 4 игрока. 45-90 минут. Смотрим, что внутри. Издательство «Звезда». Так, и здесь снова эти ребята веселые на буклете с правилами. Такая прям книжечка, я вам скажу, немаленькая. Немаленькая, наверное, и обзор будет таким непростым. Хотя нет, здесь я смотрю, шрифт довольно крупный. Очень подробное описание раунда, фаза действий, производство типа локаций, сделок. Ну, Учевичик славится своими правилами, написанием правил. Одиночный режим игры вот здесь описывается. Все очень подробно. Я думаю, что постараюсь для вас сделать обзор в следующем видео максимально понятным и доступным. Дальше у нас идут в коробке листы с жетонами. Опа! И вот эти вот штуки у меня уже сразу вывалились. Давайте посмотрим на примере одной из них. Картон плотный. Ровный. Вырубка хорошая. Полиграфия яркая. Все цвета очень сочные. Художник тоже молодец. Прям все так вот. Здесь детальненькая и очень милая такая графика. Симпатичная, мультяшная. Все здорово, мне нравится. Смотрим дальше. Вот я поднимаю лист и эти штуки сами уже выпадают. Дальше. Тут какое-то у нас золото, наверное. Что это? Или тыквы? Нет, скорее всего какие-то монеты золотые. Качественные компоненты и покрытие лен. Фактура. На ощупь приятные очень. Ну, в общем, за это плюс. Однозначно. Вот жетон опять с этим чувачком. Вот, оцените заусенцы. Я бы мог сравнить сейчас с играми от другого издательства. Но вот здесь мне очень нравится качество компонентов. Зип-лок. Смотрите, вот здесь нам положили зип-локов. Чего я не видел в предыдущих двух играх. Позаботились, как бы, о конечном потребителе. Положили запас пакетов. Молодцы. И фишки уже расфасованы тоже по пакетикам. Большой плюс звезде за это. Спасибо лично от меня и от нашего канала. Давайте посмотрим, что из себя представляют. Деревянные компоненты игры поселенцы. Необычная форма, я уже вижу. Вот такие вот яблочки у нас есть, деревянные. Мне нравится. Здорово. Человечки розовые. В общем, с деревянными компонентами все ясно. Смотрим дальше. Поле счетчик очков. На обратной стороне, опять же, артс-коробки. Очень красиво, да. Я буду часто говорить очень красиво, потому что я, в принципе, люблю настольные игры и не люблю их ругать. Это мое любимое хобби, любимое занятие. Поэтому у меня заранее уже позитивный настрой ко всем играм. Ну вот эту игру реальной. Сейчас пока что я не вижу компонентам не придраться. Такое встречается редко. Карты приятные очень на ощупь. Такие необычные, гладенькие. Немножко даже такие провощеные, знаете. Ну, мне нравится. Все ярко в этой игре. Все замечательно. Так видно, что с душой подошли. Кто занимался и производством, и непосредственно разработкой. Все круто. Давайте посмотрим, какие вообще карты бывают в этой игре. Что они означают. Что они означают, я не буду говорить, потому что могу сказать вам неправду. Будете меня потом ругать в комментариях. А я этого ой как не люблю. Смотрите, есть пивовар. Домик пивовара здесь. Чувачок сидит с детями, пиво пьет. Ай-яй-яй. Ну, я надеюсь, что это не пиво, а лимонад. Имперский посланник. Вот, смотрите, какая-то телега с лошадьми. Молодой лес. Все прорисовано. Все так... Я не знаю, мне уже заочно нравится эта игра. Ганзинский союз. Домики. Все так очень мило, душевно. Прям здорово. Вот, стражевая башня. На рубашках. Рубашки разные. То есть несколько типов карт в этой игре есть. Бойцовский круг. Темное капище. Ух, как страшно. Вот такие карты. И замечу, кстати, еще плюс к этой игре. Ну, воздух бесплатный. Это раз. Шучу. Смотрите, какой здесь инлей. Во-первых, он очень твердый. То есть не гнется, нигде ничего не ломается. Во-вторых, посмотрите, как он замечательно оформлен. Инлей, то есть внутренняя сторона коробки. Это нечестно. Должен быть на карточках. Да, и я тоже. Да что вы вообще понимаете? Они выперли меня вместе со всей рыбацкой хижиной. Посмотрите, персонажи игры шутят на внутренней части коробки. Я думаю, это вообще прикольно. Это очень классная штука. Давайте я достану, просто покажу вам. Очень такой вот плотный-плотный картон. То есть не развалится. Это, я считаю, огромный плюс. Мне понравилось. Когда вот такие вот небольшие, такие прикольчики встречаются, вот просто не относящиеся никак к игровому процессу. Блин, ну это здорово, ребят. Вы могли сами все это оценить. Как оформлен инлей, внутренняя часть коробки вы сами видели. По бокам здесь не реклама, а расписаны карточки. Карточки игры самой. Я, честно говоря, редко в последнее время встречаю вот такой душевный подход к компонентам, к оформлению издаваемых настольных игр, что вот прям эта игра меня приятно удивила и порадовала уже. Надеюсь, что игровые впечатления от нее будут тоже на том же уровне. Так что издательство «Звезда» просто от меня лично респект. Это очень здорово. Молодцы.